всех приветствую сегодня второе занятие обучающего курса по обучению торговли занятие будет чуть более сложно чем вчерашнее вчерашнее было очень простое просто создать аккаунт и попробовать попользоваться интерфейсом сайта trading view а сегодня мы начнем изучать самое основное что вообще существует теханализе это то что мы видим прямо перед своими глазами это именно графики график это именно то с чем предстоит работать и все остальные модели там теханализа по сути дела строится на анализе графиков что такое график ну по сути дела это просто набор цен в определенный промежуток времени графики бывают обычные линейные там только цена закрытия учитывается бывают бары там четыре цены открытия закрытия минимум и максимум и есть свечной график он считается самый продвинутый потому что он более наглядный свечной график он придуман там еще наверно лет 200 300 назад может быть даже дальше то есть он дает самую такую информативную информацию которую только можно понять на данный момент ничего круче свечей не придумали соответственно мы только со свечами будем работать бары по сути то же самое но они немного не так выглядят на них сложнее определять всякие разные свечные модели поэтому будем работать именно свечными графиками по сути дела что такое график это последовательность свечей свеча это отображение четырех цен в определенный промежуток времени то есть есть понятие таймфрейм таймфрейм это продолжительность каждой свечи вернее тот отрезок за который свеча дает нам вот эти четыре показания 4 цены соответственно нам нужно научиться воспринимать вот этот график более-менее целостно то есть не смотреть на все свечи целиком а попробовать начать разбирать отдельную каждую свечу потом последующую за ней последующую за ней и в итоге вот эта последовательность вам будет давать очень много информации той которую вы мало где вы сможете увидеть потому что по динамике изменения цены вы как бы будете получать самую важную информацию которая только возможно я на самом деле очень часто используюсь именно вот этой техникой просто наблюдаю каждую свечу в отдельности и потом структурирую их в определенные модели которые в книжках нигде не расписаны то есть у меня такая техника что для меня каждая свеча важно а есть определенные последовательности в которых становится понятно кто же на рынке побеждает покупатель и продавец то есть по сути дела что такое рынок это борьба продавцов и покупателей и вся задача состоит в том чтобы понять а кто же в данном сильнее продавец или покупатель и вот как раз таки свечи и графики дают нам возможность прям детально посмотреть кто же действительно побеждает и порой этой информации вполне достаточно чтобы принять правильное решение потом будем еще изучать другие техники которые дополняют вот это но по сути дела вот это занятие будет сделано именно для того чтобы научить вас не путать причину и следствие потому что вообще обычно как учат свечам допустим выбираете японские свечи то есть находите вот самый лучший какой-то автор стив нисан все он еще там в 90-е годы написал самый там лучший учебник по свечам все его читают и что они там видят они видят там по сути дела вот такие вот модели модели это якобы такие фиксированные последовательности свечей которые ты должен найти и принять решение что и раз такая модель здесь есть то нужно например продать а если ты видишь например там бычью модель должен купить на самом деле это неправильно то есть эти люди путают причину и следствие то есть вместо того чтобы получать сигналы с каждой свечи ты пытаешься найти определенную модель которая уже в книжке описано но поскольку ее ищут все и встают позицию именно как бы по сигналу хохи они становятся таком положении что их можно просто обмануть то есть и грубо говоря если все еще это придетные модели потом действует одинаково то это может сильный игрок использовать против них то есть если все например увидели там медвежью какую-то модель разворотную и все шортят то крупный игрок у них все скупает и цена идет выше хотя вроде бы вы нашли разворотную модель но она не сработала и вы думаете как же так книжке же написано что вот все это падать будет по факту не обязательно будет падать поэтому я советую не читать вот эти разные книги а выработать свою систему анализа свечей чтобы каждая свеча давала вам сигнал и комбинации свечей вас будет свои их даже можно назвать и даже книгу написать но мы этим делать это этим заниматься не будем но суть в том что не нужно выискивать то что видят все вам нужно просто научиться читать свечной график вот и все как это дело сейчас я вам примерно объясню на примере и потом будет у вас сразу говорю домашнее задание надо будет три инструмента проанализировать на разных таймфреймах и просто посмотреть некие закономерности попытаться найти приведу вам небольшой пример на основе евро доллара как примерно вообще нужно анализировать свечи то есть я постараюсь вам просто как сказать показать именно тот подход который позволит максимум вытягивать информации из графика а не искать там какие-то определенные стандартные модели которые могут вам наоборот только навредить то есть пока вы их ждете вы пропускаете кучу информации который так уже идет графика то есть вместо того чтобы ожидать чего-то вы просто наблюдаете то есть вы садитесь и смотрите что и происходит свеча за свечой на удобно вам таймфрейме про таймфрейм и чуть позже в этом занятии расскажу то есть просто вы садитесь и смотрите и в определенный момент у вас просто созреет идея что это так и шансы на вашей стороне и используя там дополнительные какие-то подтверждающие сигналы вы можете уже зайти в рынок когда уже точно знаете что да действительно допустим вы хотите купить и вы видите что да действительно допустим сила покупателей возросла сила продавцов ослабела там есть какие-то подтверждающие факторы например что там сильный игрок зашел в лонг например и вы тоже покупаете вместе с ним ограничиваете риск и таким образом как бы у вас создается преимущество на рынке которое вы как бы можете превращать в деньги то есть вместо того чтобы например купить и сидеть там глазеть что вот лишь бы лишь бы мою сторону пошло вы такой ерундой не страдаете вы просто ждете подходящий момент чтобы открыть трейд именно тогда когда нужно в том месте в котором нужно а для этого вам нужна наблюдательность то есть это важно очень качество для трейдера чуть позже наверно вы поймете чем это заключается и будете это использовать на пользу себе ну вот в данном случае просто ради примера объясню как примерно работает рынок то есть ну допустим возьмем вот эту часть графика на евро долларе это часовой таймфрейм то есть одна свеча это один час в данном случае я не показываю что там было раньше ну вот мы видим такую коррекцию мы видим что вот здесь например длинные хвосты сверху свечей это признак того что все-таки продавец сильнее в данный момент свечи закрываются красным цветом соответственно а есть куда падать здесь вот видим уже пошли такие небольшие зеленые свечи но они такие как бы закрываются по серединке то есть это означает что на рынке какой-то баланс и вдруг бабах мы видим такие две красные свечи вниз причем одна из них с очень длинным хвостом снизу то есть что это означает что те кто здесь покупали у них чуть-чуть денег подотняли то есть цена пошла ниже и они начали панически продавать может быть кто-то начал здесь шортить и потом бах цена ушла выше то есть это означает что кто-то здесь все-таки сильный покупатель нашелся а те кто купил здесь они уже скорее всего вышли из продаж и обычно это приводит к тому что раз эти потеряли позицию а здесь кто-то сильно открылся снизу это приводит к росту и вот следующая свеча и следующая свеча они уже зеленые то есть это идет подтверждение того что в данном случае баланс сменился и покупатели стали сильнее чем продавцы и вот здесь например тоже мы видим такие свечи они закрываются посерединке но при этом видим что цена не падает а это обычно приводит к тому что покупатель еще надавливают и вот таким образом как бы цена растет 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 и допустим вот пошел здесь сильный рост и бабах мы видим огромную красную свечу вниз с длинным хвостом снизу то есть что это означает это свеча обычно имеет название там медвежье поглощение был грубо говоря сильный рост и одной свечой мы вместе рост перекрыли а это обычно сигнал для тех кто ждал шарта что пора пора шортить и они на следующий вот это например зеленые свечи начинают шортить но при этом вот они попадаются в ту ловушку которая только что говорил то есть они видят сильное падение после сильного роста начинают шортить то есть они видят знакомый паттерн медвежье поглощение встают шартовую позицию при этом они оказываются в слабой ситуации слабой позиции они попадаются в руки сильного игрока как мы видим вот здесь две свечи у них длинные хвосты снизу это означает что любое падение кто-то сильный откупают здесь силы покупателя велика и обычно вот это все дело скупают не слабые игроки но там про сильных слабых игроков чуть позже вам скажу и получается так что те кто поспешил купились вот на этот знакомый паттерн у них то деньги отнимают как мы видим после этого цена пошла сильно вверх и у них как бы стопы сработали потому что по технике если ты видишь такое поглощение ты захай вот этой свечи должна ставить стоп и вот мы видим шорт сквиз так называемый когда сильные свечи идут вверх просто потому что те кто здесь продал они вынуждены купить чтобы закрыть свою выдачную позицию примерно такая логика то есть вот вам пример того как поиск паттернов приводит к потере денег вроде бы все правильно вроде бы все подтверждение есть но у людей просто не было терпения и понимание того что все будут тут шортить как я такое увидит и вот это вот когда слово все вы чувствуете что тут все засажены вот в данном случае вам нужно быть не всеми а наоборот от них играть порокс потом позже объясню когда будем разницу рынка проходить он такой довольно подлый рынок то есть тут сильные игроки постоянно толпы денег отнимают и если вы научитесь правильно понимать где толпа заходит в позиции очевидные вы просто сможете против них играть и гораздо эффективнее торговать в данном случае здесь вот крупный игрок или так называемый market maker здесь все скупил и теперь начал по рынку брать 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 и те кто здесь шортили они уже оказываются в убытках им приходится свои шортовые позиции закрывать чтобы закрыть им нужно купить в итоге вот получаются такие большие зеленые свечи и в данном случае как мы видим денежку то отняли у них стопы сбрили и в 10 на хайе там уже важный уровень тоже потом про уровень расскажу мы видим что две часовые свечи с длинными хвостами сверху и они такие неопределённые то есть что это означает что скорее всего здесь уже шортить не будут то есть кто шортил здесь они приняли убытки и ждут пока повыше цена зайдет а при этом вот может быть market maker который здесь покупал он здесь уже может позицию закрыть но очень осторожно чтобы не показать себя и возможно что на этих следующих красных свечах он тоже все это дело закрывал короткое такое движение они обычно берут и все то есть мы видим как бы на вершине длинные хвосты и несколько красных свечей падения все это подтверждение того что все таки мы пошли ниже при этом мы понимаем что из шортов то всех уже по выкидывали и баланс таков что они будут шортить здесь от ниже то есть они дадут топлива для того чтобы падали и переоткроют позицию хуже чем они закрылись то есть допустим здесь кого-то по стопу сняло а он будет здесь при открываться и это усилит движение вниз и вам нужно просто каждую вот эту свечу буквально анализировать но так не буквально а просто примерно представлять что вообще происходит в за этот определенный прогорчат в данном случае то есть кто в какие позиции заходят если там сильные слабые деньги какова там борьба какого баланс сил чтобы вы делали на месте тех кто вот в этой свече от видят эту картину то есть вот анализируется вот этот массив информации и чем больше вы это делаете тем больше у вас тренируется ум и нарабатывается интеллект и со временем вы просто глянув на график вы прям сразу фотографически понимаете что в данном случае произошло вот это то что я примерно вам говорил в это будете видеть сразу вам не нужно бы каждую свечу смотреть для того чтобы такой опыт наработать такой интеллект у вас был вам нужно очень много времени понаблюдать за разными графиками за разными инструментами при этом понимать особенности что на крипте это одно на форекс и другой на акциях 3 с разными нюансами то есть на форекс и например такой подлый рынок здесь постоянно такие отъемы денег происходит а на крипте такое случается реже если вы видите на крипте вот такое воплощение то это практически приговор но вверх уже не пойдет большинстве случаев а на форексе она обязательно пойдет наоборот поэтому вот это очень трудно кто скрипт на форекс приходит они начинают вот таких вещах терять но кто понимает вот эту систему как торгуют другие люди и как торгуют сильные слабые деньги вот тогда вот уже можно заработать это так немного в сторону ушел то есть суть в чем у вас будет сегодня такое домашнее задание что мы выберем три инструмента один с форекс и один из крипты и любую акцию какого нравится вы берете его просто начинаете анализировать график причем график это такая штука он фрактален что такое фрактальность это означает что одна большая свеча содержит в себе много более мелких а более мелкая содержит себе еще более мелкие и нам для того чтобы точнее понять что происходило в определенный промежуток времени мы например можем начать например дневного графика по евро ищем какой там не знаю 7 ноября и смотрим что вот у нас 7 ноября закончилась вот такой свечой с длинными хвостами и посерединке она на красным цветом закрылась то есть мы смотрим ага 7 ноября у такой был как бы рост его всего слили смотрим чуть глубже например на четырех часах то же 7 ноября вот как бы говоря вот он рост вот его слили все то есть мы более подробно можно видеть что происходило в данном случае что мы видим такие зеленые свечи и потом резко резко красный красный перекрыли то есть это означает что кто-то крупный скорее всего 10 шортил плюс еще те кто шортили чуть раньше они при открывались и загнали цену ниже вот и все примерно то что я говорил только что и если уж совсем подробно включаем часовой график и вот уже совсем четко мы видим что же происходит то есть вот таким вот образом от большого к малому вы должны три инструмента проанализировать выбирайте что он больше нравится мне взять на bitcoin не обязательно евро доллар все что хотите можете взять и допустим какую-нибудь набрал теслу можно ее проанализировать просто чтобы вам понять различие между рынками а я советую сразу все три брать потому что у меня задача такая что подготовить грубо говоря универсалов вы сможете понимать разные рынки их отличия и вполне возможно просто сможете выбрать то что вам больше подходит то что вы больше понимаете кстати вот тут панелька у нас есть ее надо будет убрать здесь правой кнопки скрыть панель покупки продажи она мешает мы торговать не будем на этом сайте вам нужно просто понять что такое таймфрейм что такое график что такое свеча какие сигналы дают свеча про фигура я пока не говорю просто потому что у вас будут фигуры динамические они будут именно ваши то есть вы не будете искать какие-то природные шаблоны потому что на этих шаблонах вас будут ловить но если вы хотите действительно профессионализма добиться то вам имеет смысл все-таки прочитать вот эту книгу но изначально вам нужно сделать такой подход уме что вы просто запомните эти паттерны но не будете им следовать но если вы будете видеть эти паттерны вы будете понимать что люди другие которые торгуют эти же паттерны видят и они будут действовать согласно шаблону он как данном случае с евро показывал как их обманули то есть вы будете видеть что да вот в этом случае я вижу вот этот паттерн но поскольку все его видят скорее всего их обманут и цена пойдет против этого паттерна вот с точки зрения вот такой такие книжки читать можно в данном случае например ну если не хотите книжку покупать за 600 рублей можете просто набрать японские свечи какие-нибудь модели и походить по разным сайтам найти картинки вот я пару сайтов открыл и просто смотрите примерные модели которые только существуют может быть это вам поможет но опять же вам предосторожность не воспринимайте все буквально потому что рынок это динамика там нет статики там нет ничего похожего она убивает так что совпадает что раз тогда было и в этот раз повторится но обычно не повторяется потому что рынок это баланс сил и ваша задача наблюдая график понять каков баланс кто сильнее и встать просто на сильную сторону примерно такой подход то есть эти модели можно изучить но использовать их как бы наоборот в большинстве случаев они наоборот работает особенно на форексе но бывает что действительно отрабатывать но последнее время я смотрю что наоборот как раз таки все срабатывает и именно чтобы понять мышление толпы вам следует все-таки тех анализы изучить даже если вы какие-то книжки по тех анализу уже читали то скорее всего вас тоже рассложилось шаблонное мышление и очень часто вы наверное видели что вас на этом ловят и отнимают деньги а вы не понимаете когда книжки написано что так должно быть туда должна платить цена все происходит наоборот а именно по той простой причине что есть сильный игрок который понимает действие толпы а поскольку все действуют одинаково вот в этом то есть слабость трейлера что все предсказуемы но если вы будете непредсказуемы и смотреть вот эту искать предсказуемость то у вас большое преимущество будет перед теми кто действует шаблонно примерно такой подход я буду вообще в течение курса внедрять в голову чтобы вы как бы не мыслили шаблонно потому что это очень сильно вредит и теряются деньги из-за этого в общем вернемся к нашему графику в принципе задание я дал пробуйте потихоньку смотреть там не обязательно прям сильно мудрить то есть если вы смотрите на график и не понимаете что означает каждая свеча тогда более простую методику применяйте просто просмотрите каждую свечку есть и задача ваша какая какое тело какие хвосты какой цвет там опять же какая следующая свеча какая следующая какая следующая и вдруг допустим отшел рост и бах идет падение вы смотрите где именно шло падение какие примерно были сигналы вот на этих зеленых свечах что вот она упадет что происходит после этого и в итоге у вас будет такая некая последовательность это вы будет по сути дела ваш паттерн который вы создали прям на ходу то есть вы только что проанализировав допустим 7 свечей создали паттерн который вам понятен увидеть например что вот она падала 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 и пошли свечи откатные такие и ну просто пытаясь понять а велика ли сила покупателя не пойдет ли она ниже много ли здесь шортит много ли здесь покупает зашел ли здесь сильный игрок либо это слабый откупает попробуйте просто подумать а кто здесь вообще включается в игру если не понимаете там силу слабость игроков там состав их ничего страшного ваша задача первое время просто понаблюдать и как бы когда вы про наблюдаете вот за рынком хотя бы там тысячу часов или хотя бы несколько сотен часов я потом про это объясню вот тогда у вас придет понимание того что же вообще происходит то есть если вы будете как бы смотреть в корень а не искать некие понятные там книжные шаблоны закономерности то тогда у вас как бы появится сила и понимание того где вообще зайти в рынок и никак иначе вы правильно торговать не научитесь просто потому что рынок это не статика это не шаблоны это не повторение истории нам все время говорят что якобы история повторяется ничего не повторяется на рынке все решает торговый баланс то есть то в каких позициях сильные деньги в каких позициях слабые деньги позиции и она все время разное их порой виде одну и ту же спичную картину но в разных фрагментах графика совершенно иначе больше цена себя вести то есть просто вот я потом может быть попозже покажу когда будет возможность такая но говорю например там разворотный свечной паттерн после сильного падения или нам разворотный свечной паттерн во время роста много другие вещи то есть в середине роста где-нибудь нам баланса сил совершенно иной соответственно и действия нужно предпринимать разные но это уже так более профессионально все-таки курс такой для новичков больше сделан соответственно не буду сильно усложнять задания и так довольно затянул видео если вдруг слишком трудно то что я говорю вы напишите мне в чате я буду делать видео как бы для двух уровней для новичков и для тех кто грубо говоря уже умеет торговать буду давать два домашних задания попроще и потруднее и каждый будет выбирать тот уровень который ему соответствует потому что если я буду давать трудное задание вообще в этом ничего не понимаете то ничего хорошего этого не выйдет а если вы уже тому знаете например основу price action а я тут вас оставляю свечки наблюдать вам это просто не интересно будет поэтому пишите в чате нормальное задание или трудно все таки и вообще какой у вас уровень чем больше информации вы мне дадите тем более качественный будет курс потому что все таки разные люди его проходят поэтому трудно мне будет подстроиться под всех но я постараюсь на двух уровнях давать то есть потрудней и попроще для новичков и для продолжающих так скажем в общем надеюсь задание вам понятно еще раз повторюсь для тех кто прослушал выбираете три инструмента один из форекса один из акций и один из крипты открываете таймфрейм не ниже дневного смотрите его видите нам где-то интересные какие-то разворотные свечи потом открываете часовой таймфрейм или четырехчасовой таймфрейм смотрите что там внутри и так вот доходите до часового ну максимум до получасового таймфрейма и в итоге вы должны просто понять что в этот определенный промежуток времени происходило на рынке то есть кто победил покупатель или продавец трудная была ли эта победа как именно происходила борьба то есть вот эти вот сигналы вам очень важны и ваша задача будет со временем просто доработать эту систему до автоматизма когда вы просто глянули на график и сразу все понимаете вот такая пока идея задание может быть непростое но она очень поможет вам впоследствии а так оставляйте свои комментарии и до следующего видео